Ставропольчанка Наталья Иванова прервала путешествие на велосипеде во Владивосток. Правда, сказать, что на полпути прервала, язык при всем желании не повернется. Сойти с дистанции пришлось аж в Новосибирске из-за проблем со здоровьем. Сейчас велопутешественница уже в порядке. В нашей студии Наталья, здравствуйте. Рассказывайте, что произошло. Добрый день. Ну, в самом деле, в путешествии реально не все можно предусмотреть, а преугадать это практически невозможно. Потому что, например, я свой путь в течение движения во Владивосток меняла. Не тот он был прежде, как был запланирован. И, соответственно, было очень много нюансов, много ожиданностей, много встреч и разные препятствия. Какие встречи? Каждое путешествие – это новые впечатления, это новые люди. Да, вы знаете, встречи на самом деле очень потрясающие, запоминающие. Мне очень запомнился человек, который на электричках и автостопом доехал до Владивостока и возвращался уже обратно в Санкт-Петербург. Мы с ним встретились недалеко от Новосибирска. О многом говорили, провели 4 часа просто, не отрываясь друг от друга, потому что реально цель совместная – достичь во Владивосток. Как это она вот как-то сближает. И еще очень много встреч простых с простыми людьми в электричками. Проводник Игорь помогал очень сильно аж на двух этапах движения по электричке. Поэтому, вы знаете, все-таки встречи – это всегда то, что наполняет, сближает и то, что наполняет новыми планами. Как люди относятся? Вот вы говорите, много знакомств. Вот тот же проводник Игорь, когда нужно трехколесный ваш немаленький велосипед затащить в вагон. Автомобилисты просто, когда едете по обочине, как относятся? На самом деле, автомобилисты – это вообще было очень удивительно. Особенно вот это мое расстояние до Элисты и до Волгограда. Почему? Потому что, во-первых, до Элисты меня дорожная бригада из Дивного, они подвезли там некоторое расстояние до Элисты. Это было просто потрясающе. Потому что это был, наверное, один из самых сложных этапов моей путешествия. Жара под 40 градусов, ветер, ну и вообще очень много сложного. Мало того, что они мне подарили такую бутылку холодную, а вернее, замерзшие ледышки, она была так вовремя и потрясающая. То есть это вот встречи, и когда просто люди останавливаются, опять-таки говорят, куда вы и вообще что это? Это что-то невероятное, неужели это возможно? Ну, то есть вот эти вот все эмоции, они реально и поддерживают, и наполняют. И я понимаю, что мое путешествие, оно реально было полезным. Потому что девиз моего путешествия все-таки и миссия была в том, чтобы говорить с людьми о сахарном диабете, говорить об активном образе жизни. И когда буквально на третий день я встретила человека, у которого болеет там сестра, и там полчаса разговаривала с его сестрой о сахарном диабете, я поняла, что это правда важно, и людям это интересно. Вообще, как себя... Вот вы пример того, что вообще, несмотря ни на что, можно сесть и поехать. То есть, многим бывает лень на работу приехать на велосипеде, отговорки, мол, потею, там это как-то не единично, или ехать тяжело. Вот в вашем случае, как вот хотя бы с маленьких путешествий начать? Ну, знаете, в моем смысле это все-таки, наверное, внутри авантюризм. Потому что я на велосипеде вообще катаюсь, грубо говоря, чуть больше года, потому что первый раз, ну, вот за многие года я села на велосипед в том году, когда поехала к папе в Тюмень, вот, и, наверное, это все-таки авантюризм. А вообще все, что связано с велосипедом, это надо понимать ощущение свободы. То есть, если вы готовы к тому, чтобы ощущать свободу, свободу движения, ветер в лицо, и, пожалуй, динамику, вот это вот. И при том это не зависит от комплекции человека, потому что, поверьте, велосипед позволяет себя чувствовать в любой комплекции очень энергично, быстро и здорово. Да, мы иногда потеем, я как вспомню, как у меня это было на Байкале, в минус 25. Минус 25. Да, и, честно говоря, это было, ну, тоже вот так вот интересно. Поэтому, наверное, все-таки желание и понимание того, что, ну, реально, жизнь эта штука такая, которой мы живем один раз в жизни. Если вы сегодня не сделали какую-то глупость, которую потом вас будет просто поднимать и восхищать, и двигать, то когда вы еще это сделаете? Катайтесь около года, правильно? Ну, чуть больше года. Так, вопрос, как подготовиться к 11 тысяч километровому забегу, заезду, и как подготовить железного коня? Ломался ли в пути? Да, честно говоря, железным конем у меня вообще, если в прошлом путешествии у меня не было никаких вопросов, потому что это был мой велосипед, то этот велосипед, я его все-таки купила, купила не совсем новый, и ребята мне его готовили, но все равно очень много нюансов, которые, безусловно, возникали. Мне пришлось буквально там 10 километров до Волгограда, Волоком просто везти велосипед из-за того, что слетела цепь, которая маленькая, и ее нельзя было сделать здесь и сейчас, ее надо было делать. Плюс подвернутая нога, то есть, ну, очень много таких нюансов. А если говорить о том, чтобы как подготовиться, то, вы знаете, есть очень простая вещь. Когда я готовилась к восхождению на Эльбурс, потом на восхождение на Белуху, я ездила, общалась с разными людьми, и один человек мне сказал очень такую интересную вещь. Ты можешь делать все, что угодно, но если ты будешь делать просто, практически каждый день, проходить, проезжать, ну, в моем случае уже ездить надо было на велосипеде, просто большее количество, чем ты можешь, поверь мне, каждый раз у тебя уже организм будет готовиться очень, ну, то есть, будет готов. Потому что в этот раз я уже была готова настолько, что даже проезжая 120 километров в день, я не чувствовала ни боли в мышцах, ни в чем почему, потому что, видать, уже пришел такой, ну, вот, этап подготовки, когда тело готово. Поэтому просто, если вы чего-то хотите, делайте каждый день, неважно, бегайте, ходите, прыгайте, плавайте, все, что вы хотите. Вы смогли посмотреть воочию, много городов, почти всю страну. Ну, несу, ну, да. И тогда интересно, насколько вообще наши дороги, наши водители, насколько они расположены к велосипедному движению, были ли с этим проблемы? Честно говоря, проблем не было, мне очень много людей бивикало, грузовые автомобили вообще меня с такой вот заботой объезжали. Ну, во-первых, у меня, как бы, машина, велосипед такой, чтобы и не объехать сложно. И очень было здорово. Было просто пару раз, когда мне там, ой, там машет что-то, на что я просто улыбалась и махала в ответ. Все-таки путешествие этого Владивосток не закончилось на финальной вздуманной точке. Да. Ждать ли новых поездок? Да, конечно, безусловно. На следующий год у меня вообще грандиозный план, потому что если в этом году я просто двигалась во Владивосток, то в следующем году у меня в каждом городе будут встречи, конференции, общения на тему сахарного диабета, активного образа жизни. Это уже с подключением общественных организаций, с подключением Минздрава и так далее. Такая социально более грандиозная вещь. И поеду я, честно говоря, уже не на волосе едино, есть идея поехать на мотоцикле. Не просто на мотоцикле, а на том, который проезжает везде и вся. И плюс еще определенный вездеход. То есть тогда, когда мы будем свой путь прокладывать уже не по дорогам, а путь прокладывать по очень интересным, непроходимым местам. Это новый опыт. Это новый опыт и это потрясающе. В ваших заездах, чуть ли не первое место, вы всегда говорите, занимает социальный такой посыл. Вы много общаетесь и в социальных сетях, постите фотографии, постите дневники. Обратная связь какова? Обратная связь. На самом деле, первая обратная связь, опять-таки, например, Ирина, которая меня поддержала очень сильно. Она является тоже одним из руководителем общественной организации в городе Челябинске. Каждый раз она, ну то есть когда я заболела в Новосибирске, именно этот человек мне очень сильно помог. И каждый раз она говорит, что Наташа, я не только восхищаюсь, это большой-большой пример. Ребята, с которыми я встречалась в Кургане, это тоже общественная организация подростков, детей, больных с сахарным диабетом. И честно говоря, как мы там обо всем говорили, как много общего мы нашли, и это безусловно так. И мой велосипед уехал именно туда, потому что ребята, которые садились на мой велосипед и смогли на нем проехать, я, наверное, поняла, что да. Вот когда у меня встал вопрос, куда направить свой велосипед, я приняла решение, что да, это будет Курган. Почему? Потому что это будет полезно, и этот символ для них, я думаю, будет важен. Когда дороги будут доли поперек проезжены, все леса, горы и поля тоже. Не хотите ли вы привлечь к своему движению, может быть, европейских велосипедистов или американских, например? Честно говоря, у меня была идея в следующем году поучаствовать на велосипеде. Там просто есть в Греции одно мероприятие, оно называется там что-то ребята бегут, бегут именно 320 километров, кажется. А я хотела поехать именно в качестве волонтера, поддержать их, проехать этот путь на велосипеде. Кого-то из Европы, вы знаете, всего скорее мой путь на велосипеде закончился именно в этот раз. Я не знаю, буду ли я возобновлять дальше, потому что так получается, что я всегда переключаюсь на что-то другое. Возможно, следующее будет, это будет заплывы в открытой воде. И я об этом тоже уже достаточно давно думаю, и первый заплыв это на Волге. Волга мне так понравилась. И я надеюсь, что в следующем году у меня получится это сделать, как раз вот в рамках своего пути, в том числе и через Волгу. Я сделаю, возможно, такую вещь, как проплыву либо 3, либо 5 километров от открытой води. Что ж, ждем от вас только новых рекордов и новых новостей. О велопутешествии во Владивосток мы говорили с Натальей Ивановной. Наталью, спасибо вам большое и хорошего дня. Благодарю.